Друзья, ну что ж, я всех приветствую. Я не зря выбрала время пятница 19.00, потому что в это время приходят самые осознанные, тем, кому больше всего нужно. Я инвестор по жизни, и, знаете, я ко всему отношусь как к инвестициям. И в пятницу все по-разному инвестируют в свое время. Кто-то в обучение в школе продаж со Светланой Хмелевой, а кто-то, может быть, за бутылочкой пива. У каждого свой выбор, и каждого ждет своя награда, свой подарок. Ну что ж, хочу напомнить, что мы с вами традиционно встречаемся в пятницу в 19.00 и во вторник на кофе-брейк в 10.00. И мне, как мастеру, как лидеру, очень важна ваша обратная связь. Я готова транслировать те темы, которые именно вам интересны. Поэтому первое сегодня мое предложение к вам – это давать обратную связь не только по тому, насколько вам понравилась или не понравилась информация, или какие-то вопросы, которые обсуждались внутри занятия, но и те темы, которые вас реально интересуют, и мою точку зрения вам интересно было бы услышать. Это будет потрясающе. У меня есть, как сказать, запланированные темы, которые я хотела бы с вами обсудить, но я очень легко перестраиваюсь на аудиторию. И это очень важно знать, что для вас важно. Это первое. Второй момент. Хочу сегодня сказать, что постараюсь быть краткой, емкой, без воды. Мы сейчас с вами пройдемся по этому очень важному понятию. Целевая аудитория. Все запишем. И вопросы я на все вопросы, вот кто задавал мне вопрос, тот знает, да, нет ни одного неотвеченного письма. То есть вы легко можете написать мне в личку, можете легко написать в чате АМУ Бунту, и я на все вопросы отвечаю. Не будем занимать время прямого эфира и ваше, да. Я с вами, со всеми активными, осознанными, готова пообщаться лично и помочь вам вот на пути в этом сообществе, да, на пути к вашим подаркам и вообще на пути к вашему успеху. Это вот такое начало у нас сегодня. И я тоже подготовилась. Тема у нас сложная. Я очень много знаю по этой теме и меня зачастую уводят. Я сегодня составила себе некоторый такой график, да, чтобы нам некуда не уходить далеко. Поэтому предлагаю вам тоже приготовить ручку и листок. И начнем мы с того, что вообще, что такое целевая аудитория. Вы знаете, когда я решила, да, вот перейти с оффлайн-бизнеса в онлайн, первый вопрос, несмотря на то, что я маркетолог, да, я знаю, я работаю с целевой аудиторией, первое, да, что я услышала от своего наставника вообще, кто твоя целевая аудитория. И несмотря на то, что у меня у самой опыт работы 15 лет в маркетинге, ну, в обычном промо-маркетинге, я вот как-то не подумала об этом. Вы знаете, мы зачастую думаем, что все вокруг – это наша целевая аудитория. И это и да, и нет. Конечно, мы имеем право поделиться со всеми вокруг. Но чем это чревато? Какие есть отрицательные моменты у этого способа и метода? Во-первых, надо понимать, что каждое предложение, да, на каждое предложение вы можете получить ответ как да, так и нет. Человек так устроен, и вы в этом абсолютно не виноваты, в этом вообще никто не виноват, да? А так есть, так устроена психология человека, что на все новое, как правило, человек отвечает нет. Вот. И здесь знание целевой аудитории, для чего нам важно. И вот это вот прямо отметьте для себя. Это важно, потому что вы экономите свои силы и свое время. И вы меньше раните себя, как переговорщика. Потому что вот знание целевой аудитории сравнивают зачастую вот как с рыбалкой, да, когда нам важно какой-то идеей поделиться, какую-то идею, условно говоря, продать. А все в жизни продажи. Почему я называю свою рубрику «Школа продаж»? Потому что, знаете, вот вообще все продажи, любые переговоры – это продажи, да? Как я шучу, с утра надо продать себе, зачем чистить зубы, да? А вы себе это продаете, идете и умываетесь. Не продаете, не идете, не умываетесь, а идете к стоматологу потом и платите, да? То есть вот здесь вот все так же абсолютно, да? И с целевой аудиторией можно ситуацию сравнить, да, вот как… Это очень часто делают на разных обучениях. Это ловля рыбы, да? Мы можем пойти на большую рыбу там с неправильной сеткой, сетка порвется, да? Или можем на мелкую рыбу пойти с сеткой крупной ячейкой, ничего не поймаем. То есть всегда важно понимать, с кем вы будете общаться. Но еще важно понимать, с кем вам будет комфортно общаться. И действительно, кому будет важно услышать именно от вас это предложение. И поэтому здесь первое, с чего важно начать, и я всегда начинаю с этого, а в работе с новичком, это то, что важно продать идею самому себе. И продать очень осознанно. Я начинаю с сочинения, почему мне важно здесь быть, почему мне нравится, почему мне эта идея заходит, какие ценности во мне откликаются на этот проект, на это сообщество. И эту работу важно проделать. Для чего? Вы поймете, какие люди вам важны, потому что вам нужны далеко не все. Вам не нужны пассивные родственники, вам не нужны завистливые подруги, вам не нужны люди неосознанные, которые будут постоянно ныть и упрекать вас. Вам нужны и вам важны очень активные, осознанные люди, которые станут для вас не грузом, не обузой, а полноценными партнерами. Потому что, вы знаете, ну вот я предприниматель уже более 20 лет, и все для меня бизнес. Понимаете, идея рождается, а потом, это как с ребенком, да, ты ждешь рождения этого чуда, а потом начинаются бессонные ночи. В бизнесе точно так же. Ты ждешь, да, что у тебя появится возможность, как сказать, организовать этот бизнес. Ты там ждешь, когда он откроется и стартанет, а потом начинается рутина. Здесь точно такие же этапы эволюции, развития. Сначала мы с таким возбужденным ожиданием, да, ожиданием праздника, движения, ждали открытия вообще вот проекта, да, платформы, запуска сайта. А потом мы все дружно, да, быстро-быстро заходили, да, по спискам, организованно и так далее. А потом наступила работа, когда важно анализировать, кого пригласить, организовать трафик, с кем переговорить, как увеличить конверсию переговоров. И здесь начинается обычный труд предпринимателя, частного предпринимателя, бизнесмена или бизнесвумен, понимаете? И вот здесь уже идет речь о грамотном распределении вашего человеческого ресурса. Я хочу сейчас позаботиться о вас, чтобы вы экономили свое время, свою энергию и свои силы. Как это можно сделать? Только путем работы с самим собой. Первое, я уже сказала, вы пишете, почему вам важен этот проект. Потом вы пишете о том, какой вы сам или какая вы сама. Постарайтесь описать себя как можно подробнее. Начните с самых простых вещей. Это возраст, это ваше социальное положение, ваши привычки, ваше отношение к проблемам, ваши боли, проблемы, какие-то трудности и испытания, которые вы в жизни прошли, ваши страхи. Проанализируйте, что вы сами испытали, когда первый раз услышали эту идею. Вот это все очень-очень-очень важно. Потому что первая встреча, это знаете, вот как на охоте, да, есть первый выстрел. То есть только он может попасть в цель. Все остальное уже, собственно говоря, в пользу, как бы, ну, бесполезно, скажем так, да. То есть у вас есть всего лишь один выстрел. Как правило, у вас есть всего лишь одна встреча. Если не получить ответ «да», то зародить, вот посадить зерно. Зерно, которое, возможно, через некоторое время прорастет. Вот, потому что успешные переговоры, я всегда называю такие переговоры, которые заканчиваются тем, что вы с вашим собеседником симпатичны друг другу. Вы рады встрече. Вы не против пообщаться еще через некоторое время. Между вами возникла вот эта вот эмпатия, да. Вы поняли, что вы друг другу приятны. И что вам по некоторым вопросам будет интересно и пообщаться, а может быть, и начать какое-то новое дело. Возможно, это будет не это дело, о котором вы сейчас говорите. Вы не знаете, для чего к вам пришел тот человек. Но главное понять, он для вас интересен, он для вас важен. И если это произошло, если вот эта симпатия, это тепло, да, этот свет между вами зажегся, это самое главное. Даже если вы не получили ответ «да» на ваше предложение, но ушли с переговоров в хорошем настроении, и ваш собеседник тоже взаимно, то переговоры прошли успешно. Потому что каждый разумный человек, он принимает решения по-разному, да, в силу своего характера, своих каких-то жизненных принципов и своего опыта. И кто-то может сказать вам «супер, мне зашло», а другой скажет «мне нужно подумать». А другой ничего вам не скажет, он скажет «слушай, было с тобой классно пообщаться, ну вот сейчас вот как-то вот я не готов». Но если вы друг другу понравились, он будет помнить вас и будет за вами наблюдать. Это самая главная задача – привлечь к себе внимание как к человеку интересному. И чтобы провести переговоры как можно лучше, да, вот самое первое, что важно понимать, что каждый человек, по сути, эгоистичен. Его интересуют только те вопросы, которые дают ему пользу, выгоду, результат. И самая большая ошибка, которую вы можете сделать при первых переговорах – это говорить только о себе или говорить только о том предложении, с которым вы пришли. Важно слушать человек. Но к этому мы еще вернемся. Получается, третий момент, который важно проделать – это прописать портрет ваш и того человека, с кем вам будет комфортно быть партнерами. Потому что, я повторяю еще раз, вам все не нужны. Вам важны полноценные, классные, мощные партнеры в команду. И на этом важно сосредоточиться. И именно на этом, вот понимая это, стоит сформировать задачу, намерение, запрос. И это важно делать осознанно. Следующий момент, когда вы уже прорисовали свой портрет и добавили в него те качества, которые вам важны в партнере, вот это и будет аватар вашей целевой аудитории. Вы можете послушать меня, ничего не делать, а продолжать работать со всеми, со всеми, кого встречаете на своем пути. Это тоже хорошо, это тоже вам даст результат. Активность всегда дает результат. Но то сейчас, о чем я говорю, вам даст осознание. И даже если вы будете общаться с человеком и поймете, что это не ваша целевая аудитория, вы сможете сэкономить и сохранить свои силы, и вовремя прекратить переговоры, и попрощаться на позитиве. А время – это самый главный ресурс. Если вы этого не будете знать, вы будете, знаете, до последнего, любой ценой добиваться согласия этого человека. Это неправильно. От этого формируются большие неосознанные команды, которые как быстро собираются, так быстро рассыпаются. Подумайте очень хорошо над тем, какую команду вы себе хотите, каких людей в команду вы себе хотите. Потому что механика этого проекта, она предельно проста. И если не обманываться, то, по сути, вам не надо много людей. Вам достаточно будет 2, 4, 6 максимум человек, но надежных, сильных, качественных. И чтобы понять, что это за люди, вам важно это просто сформулировать. Благодаря вот таким простым тестовым заданиям. Все ли прописали возраст, социальное положение, образование, семейный статус, какие боли у этого человека есть и так далее. Я приведу примерно себе. Я в онлайн-формате очень долго занималась финансовыми консультациями. То есть я консультировала людей по разным инструментам инвестиционным. Это такой очень ответственный сегмент. И очень важен вообще аспект доверия. И по первости, я себя вообще так, я думаю, я вообще вот просто вот молодец, я такая звезда, я могу с каждым разговаривать. То есть я мощный переговорщик, а все круто во мне, я вообще в полном порядке. А каждый, с кем я разговариваю, вообще мне верит, доверяет и слышит меня. Но потом начались отказы. И это привело меня в чувства. Я поняла. Во-первых, не каждый меня может слышать. Это первое. Потом я поняла, что не каждый мне нужен, кто ко мне приходит. Не каждый мне важен. И тогда я уже начала работать над собой. Потому что это не наймовый труд, и это даже не бизнес. Это бизнес коммуникаций. Когда вы каждый день общаетесь, вот в самом-самом начале движения в сообществе дарения, это был февраль месяц, и проект Gift of Legacy, я делала по 10-15 встреч. Если сейчас у меня 2-3 встречи в день, и в основном это работа с командой, с лидерами, то тогда это по холодным контактам 10-15 встреч. Представляете, что были дни, когда в те 15 раз я получала нет. Это больно, я вам честно скажу. Это большие энергопотери. И на самом деле это хорошо. Это тот опыт, который заставил меня сесть и проанализировать ситуацию. Я также проходила несколько обучений по целевой аудитории. И ничего нового, поверьте мне, вы не услышите. Вас все равно правят к изучению себя самого. Тебе надо обратиться. Посмотрите в зеркало хорошо, внимательно. Сядьте и проделайте это упражнение. Все просто. То есть вы сделали эти шаги. Самый распространенный вопрос. Где же брать людей? Где же брать нам людей? Но, опять же, здесь я, наверное, вам особо нового не открою. Все начинается с ваших контактов. Дело в том, что я уже коснулась бизнеса онлайн. Я немного коснулась сетевого. Тоже делала свои выводы. У меня накопилась большая база контактов за время этого развития. С кем-то я вместе училась. С кем-то я вместе. Кого-то я приглашала в сетевой. Но сразу скажу, что вот этот опыт, он мне дал контакты. Но вопрос, какая конверсия потом была. То есть здесь тоже очень важно понимать. У меня была уже достаточно хорошая, качественная страничка в Инстаграм. Я над этим работала планомерно. Причем работала без гивов, без накруток. Все люди на моем аккаунте – это люди, которые пришли ко мне органично либо по моему приглашению, либо по живому интересу к моему аккаунту и к моему контенту. То есть это все живые практически люди. Кто-то, может быть, там подписался каким-то случайным образом, потому что люди просто иногда подписываются. Но никаких, скажем, таких искусственных манипуляций не было. И я начала, как все мы, со своей адресной книжки. Мало того, у меня сохранились еще с дней, когда я работала в найме, мои ежедневники и мои записные книжки. То есть, вы знаете, вот наша жизнь так разнообразна. И я вас очень прошу, никогда не выбрасывайте свои ежедневники и старые записные книжки. Наверное, сейчас невозможно все контакты сохранять в бумажном эквиваленте, но если для вас это по силам, делайте это. Потому что ничто сейчас так дорого не стоит, как базы данных. Поверьте мне, когда у вас есть эта база данных, а вам всегда есть чего начать. То есть, моя база данных была, это несколько сотен контактов. Я по ней пошла. Плюс потом почти 2000 контактов в моем инстаграме. Сначала я шла просто вот от слова всем, да. Потом я все-таки набила шишек и пришла к тому, что мне важно составить свой аватар. И начала общаться предметно. Я поняла, что меня не слышат, допустим, мужчины, да. Когда я разговаривала по финансовым вопросам с мужчинами, им не хватало моего авторитета. Многих, наоборот, раздражала моя успешность, свободолюбие и активность, да. То есть, но в любом случае я себе сказала, да. Я не приглашаю мужчин. То есть, я не общаюсь с ними по вопросу, по вопросам приглашения в какие-либо проекты. Моя целевая аудитория – это женщины, активные женщины, которые находятся именно в фазе активного саморазвития, которых интересует здоровье, красота, интересует образование постоянно. То есть, процесс образования для них – это такой же естественный процесс, как дышать. Это, как правило, женщины либо с хорошим личным образованием, то есть, они его сами лично получили, либо с хорошим классическим образованием, да, то есть, высшее какое-то образование. Это предприниматели, это лидеры-сетевики и так далее. То есть, я все это прописала. Я прописала качества, которые у этих людей есть. Я прописала боли, которые у них есть. Допустим, зачастую это наличие кредитов, это страх таких провальных инвестиций, когда люди теряли большие деньги. Это дети, и есть желание дать им хороший старт, дать им образование, там, допустим, может быть, передать бизнес, может быть, купить квартиру и так далее. То есть, все эти боли, задачи, которые были, может быть, в какой-то момент передо мной и которые я видела у людей, которых мне было важно иметь в своей команде, я все это прописала. Что мне это дало? Мне это дало темы для разговора с человеком. Что бы я ни предлагала? Инвестиции, проект Айму Бонту. Допустим, сейчас я сама развиваюсь на новом ресурсе, это новая социальная сеть, да. Например, новую социальную сеть я могу предложить. И что бы я ни предлагала, я всегда начинаю с потребности человека. Я спрашиваю, а что сейчас для тебя важно? Что сейчас у тебя больше всего болит, да? Что тебе сейчас хотелось бы больше всего реализовать? Какие задачи у тебя стоят? Запросы могут быть разные. У сетевиков это, как правило, это образование и это построение команды, да. У обычных предпринимателей это может быть даже желание заниматься благотворительностью, да. Это может быть дать детям, особенно если дети талантливы, хорошее образование. И именно об этом я говорю. А потом, когда я слышу, что у человека реально болит, и он живет идеей решить эту свою задачу. Вот тогда я говорю, что есть решение, да. И я в своей жизни этим решением воспользовалась. И я получила такой результат. Но даже если у вас нет результата, вы можете поделиться самим решением и привести в пример результат вашего лидера. Вы можете просто рассчитать на цифрах потенциал идеи. Не обязательно, если вы вот вчера только пришли, не обязательно иметь этот результат. Потому что, честно вам скажу, вот у меня окружение, это достаточно богатые люди, которым легко инвестировать, миллион, два, пять. А вот понять идею Айма Бунту для них сложно, потому что всю жизнь они строили бизнес в труде, преодолении, самопожертвовании. И не могут понять, как это просто получать подарки. Они не могут и не хотят. Но и мой результат их не вдохновляет. Но я вам скажу, что за три месяца в сообществе вообще дарения, на тот момент это был первый проект, который зашел на постсоветское пространство, «Гифт оф Легаси», мы построили команду более двух тысяч человек и подарками получили сумму, на которую можно купить квартиру в Москве. И понимаете, это даже не вдохновляет, допустим, да. Здесь важно понимать, кого может этот проект привлечь, какие ценности должны быть у человека. В этот проект могут зайти только готовые люди, осознанные, которых уже есть потребность дарить, которые готовы к новым, нестандартным решениям. Есть люди, которые вот на пороге стоят. Их достаточно подтолкнуть. Есть люди, которым нужно еще некоторое время созреть. А есть люди, которые уже готовы. Чем больше вы будете анализировать свои реакции на эту идею, тем больше у вас будет инструментов, рычагов, крючочков, которыми вы сможете цеплять эту аудиторию. Говорить о том, что важно им слышать, важно, чтобы закрыть их боли. Ну вот я надеюсь, что я вот донесла, да, для чего мы изучаем себя, свои реакции, свои качества. Для того, чтобы сформировать четкий и понятный образ вашего идеального партнера. Если вы не сформируете этот образ, вы никогда не получите хороших, сильных лидеров. А их не нужно миллион. Их достаточно вот буквально как вот пальцев на руке. И у вас все будет отлично. Вы будете идти рука об руку. И будете все успешны. Значит, смотрите. Сейчас вот еще, чтобы не отвлекаться. Еще очень важно сформировать именно вашу личную цель. Это очень важно, потому что если вы будете двигаться в этом сообществе без цели, к вам будут приходить точно такие же бесцельные люди. Люди без цели не могут никуда уйти. Понимаете, можно идти по дороге и прийти туда, куда хочешь, если знаешь, куда идешь и зачем. Другого не бывает. Поэтому, чтобы разговаривать с человеком и находить коннект, находить какие-то общие темы, а это можно делать, когда у вас общие задачи. С нами, в нашей команде, то есть я точно знаю, что такое ипотека. Я прошла ее. То есть это мой опыт, моя боль. Я ее прописала. Я точно знаю ощущение, когда сколько бы ты не зарабатывал, сколько бы много ты не зарабатывал, ты все равно отдаешь банку. И это очень разрушающая ситуация, деструктивная. Я точно знаю, что такое кредиты. Я очень это не люблю, но для меня кредиты, как для инвестора и как для предпринимателя, это обычный инструмент. Но бывают кредиты, как кабала. И я тоже это прошла. Я знаю, что такое кредиты, как кабала. Я тоже знаю, как они разрушают. Я могу об этом поговорить с человеком. Искренне. Понимаете, здесь очень важно, чтобы вы это чувствовали так, как ваш собеседник. А я знаю, как важно для каждой матери дать хороший, сильный старт для своего талантливого, удивительного, уникального ребенка. Я тоже об этом могу поговорить. И я буду искренне в тот момент, потому что я чувствую ровно так же. А если вы эту всю внутреннюю работу будете проделывать, к вам будут приходить осознанные люди. Поэтому это важно постоянно дорабатывать. Над портретом своего идеального партнера важно работать так же, как и чистить зубы по утрам. Это нормальная культура отношений со своим ребенком, со своим проектом, вот с этой идеей. Потому что это для меня вообще сообщество, да, и то, что я в нем делаю, это как семья, это как ребенок, что-то ценное, да, что ты взращиваешь. И это очень важное ощущение, да, важно цели, задачи иметь, понимать, кто с тобой этим тоже будет заниматься так же ответственно и трепетно, как и ты. И поэтому я, например, до сих пор дополняю качества, которые важны в моих партнерах. И у меня появляются новые интересные партнеры. Причем они приходят сами на мою энергию. Абсолютно, казалось бы, случайным, волшебным образом. Почему? Потому что так устроена Вселенная. Нам дается все, что мы можем грамотно, разумно, осознанно спросить. То есть мы можем это все, как сказать, заказать, как в ресторане, понимаете? И это все будет дано. Но главное сформулировать, что вам нужен, допустим, не омлет, а яичница. Вот. И дорабатывать портрет вашего партнера важно постоянно. И люди будут приходить с теми качествами, которые вы будете прописывать. Это проверено лично. Я предлагаю вам просто проэкспериментировать. Я уверена, что вы получите точно такой же результат. Как выстроить диалог, да, я уже этого коснулась. Самая первая ошибка, когда вы делаете первую встречу, первое касание, это сваливать на человека вас с вашей идеей. Когда вы просто неугомонно об этом говорите, не слушая ничего. Вы говорите о себе, вы говорите об идее. Но, поверьте мне, вот я живу с ощущением, что я центр Вселенной. Меня вообще не интересует, что там говорит человек на том конце провода, условно говоря, в той трубочке или на том конце экрана. Меня интересует только я и решение моих задач. Поэтому я хочу, чтобы вы говорили обо мне. Вот подумайте, пожалуйста, как бы было вам комфортно, если бы вот вам делали предложение. Всегда себя переставляйте на место вашего собеседника. И хочу вернуться опять же к моменту, где брать людей. Мы уже коснулись таких ресурсов, как ваш список, ваша контактная книга, все старые записи, ежедневники, одноклассники, с кем учились, с кем там были на каких-то праздниках, отдыхали, работали и так далее. Поднимите все максимально. Ваши соцсети и мессенджеры. Это огромный ресурс. Чаты, каналы, все это тоже ресурс для общения. Но опять же, важно делать осознанно, красиво и вежливо предложение. Если вам, допустим, у меня есть, я живу в деревне, условно говоря, это маленькая станица на Кубани. У нас усадьба, мы живем на природе, и практически ни с кем не общаемся оффлайн здесь, там, где мы живем. Но у меня есть чат, станица, в которой есть новости, в которой больше тысячи людей общаются по всяким новостям. Я предпринимала шаги, чтобы пообщаться с людьми, которые находятся в этом канале. Но для меня было важно, если я и нарушаю личное пространство человека, сделать это максимально вежливо. Если вы кому-то пишете предложение и решаете попробовать рассылку, важно сделать это так, чтобы, скажем, большинству людей это отозвалось. И опять же, протестите на себе. Во-первых, я рекомендую, не делайте, не пишите тем, у кого нет фотографий и нет имени на аватарке. Как правило, этот человек неосознанно, либо он скрывается, он не может быть до конца искренним. То есть важно, чтобы человек был открытым, особенно вот для этого сообщества, для этой идеи. Посмотрите внимательно и хорошо на аватарку. Вам этот человек приятен, да? Если вы делаете рассылку, если вы пишете письмо, сделайте это максимально вежливо, да? И сделайте это так, и прочитайте сами несколько раз. А вот у меня есть знакомые мои хорошие какие-то подружки, да? Есть девочки, с которыми я училась на разных тренингах и интенсивах. И я могу им отправить и попросить, допустим, спросить, Катя, прочитай, пожалуйста, вот такое предложение. Если бы оно тебе пришло, это бы откликнулось. И девчонки дают мне обратную связь, да? Они сами знают, да? Они сами занимаются маркетингом, они занимаются рассылками и так далее. Они по-разному привлекают свои проекты людей. И это тоже работает. Но важно делать это так, чтобы это откликалось и не выглядело как вторжение в личное пространство. Это тоже очень важно. Протестите, поговорите, да, вот, и сделайте это максимально открыто, максимально от сердца. Тогда будет интерес, будет обратная положительная конверсия. Вот. И так, я посмотрю, все ли я сказала сегодня, что запланировала. Да, вообще, самое главное, да, при первом контакте, это ваше искреннее желание не рассказать об идее, не получить, да, а выяснить потребность человека, расположить его к себе настолько, чтобы он с вами поделился своей болью и понять, что вы эту боль можете помочь решить. Вот если вы видите, что это реально так, да, сделайте это, сделайте предложение, предложите это решение, оно классное. Если оно помогло вам в аналогичной ситуации, оно может очень так же положительным образом решить задачу и другого человека. Но если вы видите, что человек закрыт, человек не готов, да, сэкономьте свое и его время, сэкономьте силы, и идите дальше. Вот и все. Потому что я, например, живу в мире, где людей много, денег много, возможностей много. Вся вселенная для меня. Я центр вселенной. Вот такой настрой и такая работа по теме целевая аудитория обеспечит вам однозначно успех и хорошую конверсию. У меня на сегодня все. Я вижу, что мы с вами успели даже раньше, чем я планировала. И знаете, друзья, давайте попробуем, если у меня получится. Я готова сегодня ответить на ваши вопросы. Если у вас есть вопросы, поднимайте руки. Мы с вами еще пообщаемся буквально 10 минут. Так. Любовь, я вам дала возможность говорить. Валда, у вас тоже поднята рука. Я вам тоже дала возможность говорить. Если это не ошибочно поднята рука, то можете сказать. Так, друзья. Я не очень сильна в этих технических штуках. С удовольствием дам возможность говорить, если вы поднимете руку. Никого не вижу, дорогие мои. Светланочка, можно вопрос, дорогая? Это Оля и Сицилия. Да, Олечка, я вижу тебя, слышишь, дорогая. Большим удовольствием выслушала, как на одном прям дыху, хотя я знаю все это, весь этот материал. У меня сегодня был практически тот же самый разговор с моими партнерами. Я тебя благодарю прям в тему, так в продолжение. У нас появился такой вопрос насчет целевой аудитории. Если человек уже прожил большую жизнь, у него много опыта, то есть он может представить себя в разных ролях, и как мать в декретном, и как бизнесмен, и как человек, который ищет обучение. То есть можете себя попробовать в разных, как сказать, сферах. А когда вы пишете, например, представить, можете такое сообщение в рассылку? Вот, например, полузнакомочек, то есть давно не слышали. Как начать? Вот все говорят, ну как можно начать написать сообщение своему какому-то... Два года не слышала человека. Именно вот каким образом вы бы начали? Ну, я всегда начинаю традиционно. Я пишу, допустим, ну вот если, например, вот тебе, да, я бы написала, Оля, привет. Мы давно не виделись, не разговаривали. А как у тебя дела? У меня много новостей, я хочу с тобой поделиться, да. Или, да, вообще все начинается с вопроса, как дела, давай пообщаемся. Очень хочу тебя слышать, видеть, очень интересно вообще с тобой пообщаться. Всегда это искренняя заинтересованность, заинтересованность вообще своим человеком, да. Можно начать с того, что, там, может быть, аватарка, может быть, там, я не знаю, сменилась фамилия, может быть, что-то изменилось в аккаунте, допустим, там, если мы говорим об Инстаграме, там, или еще о чем-то. А если просто, знаете, вот сейчас у меня некоторые контакты из моей контактной книжки заходят в Телеграм, да, и я вижу, что, допустим, там, Катя Новокузнецк, да, появилась у меня, ну, вот, в Телеграм, я ей пишу, Катюш, привет, я вижу, что ты зашла в Телеграм, дорогая моя, давай пообщаемся, мы давно не виделись, вот как-то так. Легче, вот здесь вот можно просто легче, на уровне, как дела, давно не общались. То есть всегда стоит поговорить с теми двух тысячами людей, которые более или менее где-то вы соприкасались, да, чем искать вот этих совершенно незнакомых людей. Ну вот я спрашиваю, ну где искать людей? Я говорю, ну вот вы же соприкоснулись там с пятью тысячами людьми в вашей жизни, там, между университетом, поездками, как ты сказала, да? То есть вот с ними легче, чем прямо с родными, знакомыми или с совершенно холодными. То, что вот ты так вот подсердилась сейчас, с легкостью, когда вот начинаешь говорить с легкостью, и явно не про Ubuntu, явно не про предложение, а то настолько это уже трэш такой, да, у всех в аккаунтах. Ни в коем случае не сваливайте на человека сразу, это сразу пойдет. И вообще, знаете, умейте выдержать паузу. Здесь все как весь мир театр, а люди в нем актеры. И здесь должна быть не то, что игра, я вас не призываю к лукавству или какой-то искусственной игре. Первое, да, это ваше живое желание поделиться классной идеей. То есть вот сейчас я понимаю, что в принципе ничего лучше нету. Я всем говорю, да, что есть разные ипостаси отношений с денежной энергией. Это когда мы их получаем как дети, когда мы начинаем их зарабатывать, когда мы сами создаем рабочие места и сами генерим деньги, да. И все это, как правило, через какое-то преодоление, через какой-то труд, через какие-то лишения. А здесь экологично, чисто, из такой гуманистической идеи, такой идеи, которая сейчас максимально актуальна. Сейчас ничего нет актуальнее, чем взаимопомощь вот в эти тяжелые времена. И вам важно понять, как это может улучшить жизнь вообще людей, которых вы знаете в первую очередь. начните с этого. И важно понимать, что мы все разные, да. Я получила очень много отказов. Вот я говорю, вообще в принципе моя конверсия – это 15%. То есть я делаю 100 касаний и получаю 15, да. Меня это не пугает, потому что у меня ценность самой себя высокая. То есть я знаю, что я величина, что я важна, я знаю свой путь, да. И я знаю, что я делаю очень благое дело. И я знаю, что ко мне приходят люди, которым эта идея важна и которые к этой идее готовы. Не надо тянуть сюда не людей, которые к этой идее не готовы. Я думаю, что мы еще много об этом поговорим. Очень глубокая философия здесь. Ну вот по поводу целевой аудитории. Ну в любом случае начните с тех людей, с которыми вы общаетесь. Просто выделите тех, которые вам наиболее подходят. И попробуйте не сваливать на них, что вы хотите, а послушать, чего они хотят. Наберитесь терпения. Я общаюсь с людьми долго, честно вам скажу. Наверное, это минус. Я не могу сказать, что это однозначно правильно. Но то, что у нас достаточно крепкая команда, устойчивая, мощная, наверное, это показатель все-таки, что это правильно. Потому что мои встречи могут занимать час-полтора. Когда я первый раз общаюсь, мне важно услышать человека и поговорить с ним о нем. А потом сказать уже немного о себе и то, о чем может улучшить жизнь этого человека. Только так. Ну, вообще все надо просто делать. Друзья, берите, делайте, пишите, анализируйте, делайте это осознанно. И все придет с опытом. Абсолютно точно. Олечка, я благодарю тебя за вопрос. У нас уже много времени, уже 50 минут, и у нас пятница, впереди выходные, мы финалим неделю. И это замечательное время, чтобы проанализировать неделю. Вы как раз-таки можете воспользоваться тем опытом, который вы прошли за эту неделю. Подумайте, с кем вы общались. Подумайте и проанализируйте свои ощущения, какой вы результат получили. И обязательно похвалите себя за этот результат. Даже если вы получили нет, вы получили опыт, который вам поможет проводить переговоры. Похвалите себя обязательно за это. И все-таки напишите, какие партнеры в команду вам нужны. И начните с этим работать, как с аффирмацией. Допустим, у меня есть специальная доска, где я приклеиваю срочные дела и свои расписания прямых эфиров. Допустим, у меня сегодня три прямых эфира, на своем авторском канале, здесь у вас и в одной из команд. И, конечно же, я все эти дела, они у меня все идут в графике, я все расписываю. И на этой доске зачастую я прикалываю аффирмации, которые помогают мне достигать моих целей. Вот когда я строила команду, у меня была там написана аффирмация, что в моей команде партнеры такие-таки-таки осознанные взрослые люди, стремящиеся к самообразованию, к личностному росту, которые готовы дарить, которые щедры и так далее. То есть вот все-все-все-все важные для меня качества я перечислила, написала, как просто аффирмацию. И она у меня была постоянно на глазах. И у меня практически сколько? Четыре месяца, да, я попробовала сетевой. У меня нет опыта прям построения команды в сетевом. Но здесь та команда, которая у нас сформировалась, это все-таки, я думаю, за счет того, что была осознанная работа. Мы анализировали свои результаты и транслировали в мир, во Вселенную тот запрос, который важно, тот результат, который нам важно получить. В моей команде вот такие люди. И я, такие люди ко мне пришли. То есть я всегда говорю в настоящем времени. И мир дает мне все. То есть я спокойно отношусь к тому, что кто-то уходит, кто-то приходит. То же самое деньги. Деньги уходят, деньги приходят. Это жизнь, это движение. Все, вы просто идете. Как мой муж говорит, я май... Господи, выпало слово. Уже вечер. Я маяк. Да, у меня Саша все время говорит, я маяк, я свечу, да, я указываю курс кораблям. Я не должен как бы светить так, как хотят корабли. Я свечу, они знают, где курс, куда идти, а куда идти не надо. Все, это главная задача. Направлять и указывать путь. Все. Поэтому все очень просто, но главное действие, главное целевое действие, это приглашение тех людей, которые составят вашу качественную команду и дадут результат и вам, и себе. Друзья, я благодарю вас всех, желаю вам хороших выходных. Запись обязательно сохраню и выложу в канале. И до новых встреч. Традиционно мы с вами встречаемся это вторник 10 часов и пятница 19 часов. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok